Ну кто из нас, людей деловых, людей семейных, не желал бы воскресным утром встать попозже и приготовить что-нибудь вкусненькое? Но нам, людям красивым, важно, чтобы это что-то вкусненькое не противоречило идее стройной фигуры. Катя, что делать в этом случае? Готовить правильный завтрак. У нас сегодня это будет рулет с рисовой мукой, с какао, а внутри будет мягкая вкусная начинка из творога с бананом. Нам понадобится 2 яйца и 1 белок, то есть желточек мы убираем у одного. Я, наверное, с этого как раз и начну. И ты взбивай, а я пока подготовлю муку. Может нам реально 2 белка сделать? Он будет более... Нежный, да? Более белковый. Нужно. Мини жирный. Катя, что делать? Чуть-чуть взбить. Взбить. Ты прям взбей, чтобы желточки перемешались. Я тебе добавлю ложку и мы посмотрим. Наверное, еще одну. Консистенцию. Какое должно быть количество муки, мы это скажем... Мы сейчас по консистенции поймем, сколько нужно муки на 2,5, грубо говоря, яйца. На такое количество. Пока мы добавили 2 ложки столовой, но мне кажется, можно еще. Добавляем немножечко какао. Для запаха и для цвета. Для вкуса тоже все-таки. Для ароматуры, да, немножечко. У нас какао без сахара, натуральный, настоящий. Какао ведь тоже бывает разным, да, Катя? Да. Но особенно в магазине, не зная, какое взять. Во-первых, разные производители именно вот сырого, настоящего какао. А во-вторых, часто бывает, что уже порошки продаются с добавлением сахара. У нас без сахара, потому что мы будем добавлять сахарозаменитель сейчас. И все равно более полезно. И даже варить в домашних условиях лучше изначально... Добавляя свое... Чистое какао со своим подсластителем, который кто как больше любит. Либо это сироп, либо это сахарозаменитель, либо совсем без сахара. Ну и, кстати, еще бывают же какао, готовые вот эти вот напитки, да, там может даже и сухое молоко туда в состав ходить. Поэтому экологичнее, полезнее, конечно, все эти ингредиенты, да. По отдельности все это делать, да. Из чистых, правильных продуктов. У нас будет немножко подсластители, да, что это за... У нас это стевия. Можно стевию, можно эритрит. У стевии немножечко есть такой привкус... Зелени? Да, зелени, травки какой-то. Да. Но, в принципе, она натуральная, здоровая, хорошая. Поэтому мы будем ее использовать. Стевия, эритрит и изомальт. Это три сахарозаменителя, которые безопасны для здоровья. И полезны даже для микрофлоры кишечника, чтобы создают или воссоздают бактерии, полезные в нашей микрофлоре. Вот такая вот у нас консистенция должна получиться. Получилось три ложки на два с половиной яйца. Идем к плите. Да. Пошли готовить. Выпекаем на масле гуфы. Такой аромат излучает этот наш блинчик, что вот от него все домашние точно проснутся. И, может быть, даже соседи прибегут. Что делаем дальше? Режем банан, вмешиваем в творог и просто добавляем. Вообще у меня появилась сейчас мысль о том, что можно сделать такой творог. То есть прям вот эти блинчики, банан даже миксером, да, с творогом, и будет прикольно. Ну и не только банан, можно, в принципе, любые ягоды. Выкладываем на блинчик. Начинку сюда выкладываем, да, и заворачиваем. Как заворачиваем? Обычно рулетиком и потом порежем. Давай ты заворачивай, ты поближе. Итак, все-таки правильное количество муки мы выбрали. У нас получился плотненький, он не трескается и заворачивается, и ничего не выпадает. Вот такой вот у нас получился сверток. И что мы делаем дальше? Мы просто его нарезаем. Пусть он немножечко постоит, может быть, впитает в себя немножко йогурта, а потом мы его нарежем, сервируем и будем есть. Ну что, сервируем? Попробуем разреживать. С некоторых пор красивые фотографии домашней еды это тоже часть воскресного ритуала. Не выложил красивый завтрак, считай, не съел. Некрасиво по завтраку. Можно добавить сироп для красоты и для вкуса также, для сладости. И банан, ягоды, хоть что. В принципе, можно так уже есть. А мы немножко украсим кубиками банана. И вот готовы представить вам результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!